Здравствуйте всем пользователям канала. Я сейчас вам хочу рассказать об одном интереснейшем занятии, которое я для себя открыл несколько лет назад. Я вам сейчас расскажу об искусстве живоплетения. Это просто уникальное такое вот занятие. Каждый слышал о бонсаях, разных китайских. Но это что такое маленькое и домашнее. Вот я вам расскажу, какие интересные вещи можно делать у себя на дачном участке. Многие из тех, которые покупают у меня мицелий, это люди, которые или живут в частном секторе, или имеют дачи. И я думаю, что такое занятие им тоже очень понравится. Итак, давайте более крупным планом посмотрим, что мы видим здесь. Мы видим очень странное растение. Это растение яблоняк. Для такого живоплетения можно использовать любые растения, которые подаются плетению. Но это может быть вишня, например. Абрикос вряд ли он очень хрупкий, будет ломаться. И вот такие деяния. Мы в долгом времени не увидим, что мы хотим здесь добиться. А здесь это яблоняк. Фактически как это все началось? Началось с того, что она здесь вообще не нужна. Она была срезана. Вот сейчас более так крупно. Крупным планом попробуем взять. Вот давайте посмотрим, что здесь внизу. Мы видим, что у нее даже нету основного ствола. Яблоня была здесь срезана, так как она здесь вообще не нужна была. Потом из нее начали расти вот такие ветки. И что-то у меня появилась такая вот идея. И вот видим с самого начала. Я начал ее уже на протяжении нескольких лет вот так вот сплетать. Видим, что самые первые ростки, они уже даже пострастались. И образовывают такой вот странный ствол. Давайте посмотрим выше. Вот видите, вот эта веточка, она прошла внутрь. И здесь она образует вот такие вот сплетения интересные. Давайте посмотрим еще дальше. Вот видите, как они переплетаются в разных местах. Ну и если посмотреть просто на это сооружение, оно выглядит что-то таким странным и космическим. Значит, первое, что нужно вот в этом таком искусстве живоплетения, мы будем использовать просто сами ветки без дополнительных каких-то движений. Мы просто их будем сплетать вот таким каким-то необычным способом. Они у нас будут, естественно, в сторону связываться. Значит, для того, чтобы они у нас не расплетались, мы будем так очень легко, чтобы не передавливать сами веточки, будем их скреплять. Но лучше для этого использовать не проволоку или какие-то синтетические материалы. Использовать простую или иную нить, которая сама от времени будет распадаться и будет освобождать вот эти веточки для того, чтобы они имели возможность расти. Ну и в дальнейшем делаем очень просто. Находим ветки, которые уже выросли и будем просто их вот так вот свободным образом просто заплетать. Самое главное, что здесь интересно, что сам результат мы увидим когда-то в перспективе, когда это дерево вырастет большим. Я думаю, это будет что-то такое очень удивительное. Вот эту веточку, я думаю, что ее лучше будет укрепить вот в эту сторону. Мы ее тоже сделаем вот так вот заплетем. Стараемся аккуратно, чтобы эти ветки не сломать, чтобы они остались живыми. Ну и вот те такие вот, которые уже сверху, мы их будем тоже вот таким вот образом аккуратно куда-то направлять. Для этого нам что-то придумаем. Если ничего такого интересного не придумывается, то мы будем просто сплетать это вокруг другого ствола. Так, а ну, возьмем вот эту веточку. И для того, чтобы это у нас не распадалось, мы это сейчас возьмем и закрепим. Ну, здесь нам, в принципе, от этой яблони нам не нужно какого-то урожая там и яблоко. Она просто здесь случайно так оказалась. Ну и попала под нашу такую, можно сказать, горячую творческую руку. Можно себе представить, что пройдет лет пять. Конечно, она когда станет уже намного выше, вряд ли у нас получится там уже заплетать, да и в этом не будет смысла. Но сам ствол получится вот такой вот какой-то, ну, просто неимоверно интересной конструкции. И что будет в дальнейшем с этим всем происходить, мы сможем наблюдать в перспективе. Ну, и когда-то получится очень такой вот, какой-то удивительный, очень вариант. Тут у меня чуть ветка сломалось, потому что спешу. Лучше это делать именно в такое весеннее время. Именно в это время деревья пускают сок. То есть они очень такие сочные. И с этими ветками можно вытворять вот разные такие вот хитросплетения. Ну и в дальнейшем мы это все оставим таким вот образом в покое. Давайте посмотрим еще раз, что у нас из этого всего получается. Видим вот эту крону. Ну и попробуем себе представить, где-то лет через пять, когда она вырастет метров десять высотой, это будет что-то магическое. Мне так кажется. Пожелаю вам, всем вам, если у вас есть такие вот какие-то ненужные деревья или кусты, то можно сделать вот, посмотрим здесь более так крупно. Видим, как эта косичка красиво сплелась уже за несколько лет. Вот она просто срослась в одно целое. И вот имеет такой интересный внешний вид. Вот такие интересные, ну довольно будет красиво это все выглядеть. Там у меня вот такие елочки растут. Такая красивая елочная аллейка получилась. Да, кстати скажу, что под этими елками зимой, когда на них падает снег, там можно принимать вот такую очень хорошую снежную, снежный душ. Если потрусить вот эти ветки, этот снег начинает весь сваливаться холодный. Довольно-таки интересное такое впечатление. Ну и естественно, не можем мы все-таки обойти грибы. Это прошлогодняя, можно сказать, уже свалка этих блоков, которые пойдет на корм калифорнийским червям. И сейчас снимаем, это конец марта. Видим, что еще с прошлого года здесь эти блоки. Ну и уже полномасштабным образом даже на этих блоках, вот видим здесь, здесь и опять же таки вот здесь, видим, что здесь растут грибы, вешенка. Они себя прекрасно чувствуют. Здесь некоторые даже уже подсохли. Мы давно наблюдали за этим. И таким вот явлением, ну вот такое у нас тут. И очень интересное творческое место. Так что приобщайтесь к такому творчеству и делитесь такими материалами в интернете. Я думаю, многим людям такие вот занятия очень понравятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...